В неклассный час о любви к малой родине с педагогическим сообществом города накануне провел Сергей Бердников. Встреча работников сферы образования с главой города состоялась в администрации и была посвящена успехам муниципалитета в создании комфортной городской среды, а также планам по развитию Магнитогорска на будущее. Подробнее в сюжете. Предотвратить отток молодежи из Магнитогорска в решении этой задачи, по мнению главы города Сергея Бердникова, власти должны помочь учителя. На встрече с работниками сферы образования Сергей Николаевич не раз просил педагогов не убеждать подрастающее поколение искать счастье на чужбине. Почему и в Магнитогорске жить хорошо, привел веские доводы. Так Магнитогорск обогнал Челябинск, Екатеринбург, Уфу и вошел в топ-20 городов страны по качеству дорог. Мы смогли отремонтировать дорожное покрытие почти 30 километров, это на 3 километра больше, чем в прошлом году. Это средних ремонтов. Мы сегодня подошли практически к финальной точке по межквартальным проездам. Вот следующим годом межкварталку, так называемую, мы закончим. То есть у нас дороги будут без ян по всему городу Магнитогорску. Парки европейского уровня – еще один повод для гордости городской администрации и жителей. В этом году в парке у Вечного огня благоустроили набережную. Завершается масштабная реконструкция Капарка. Это стало возможно благодаря консолидированному бюджету и помощи губернатора Бориса Дубровского и руководства градообразующего предприятия. В перспективе новый парк в Ардженгидзовском районе. Сегодня Магнитогорский металлургический комбинат прорабатывает на базе бывшей ТСС такой огромный парковый комплекс. Просто огромный парковый комплекс и достаточно высокая степень проработки уже реальности. То есть там идут также уже геологию, там бурят, смотрят, делают изыскания. Соответственно, я думаю, может быть в следующем году там уже могут начаться работы. Строительство новых школ этим Магнитогорск тоже выигрышно отличается от других городов не только области. В 144 микрорайоне школа уже открылась, в 145 приступили к возведению здания, появление школы в 147 микрорайоне в ближайших планах. В ремонте действующих школ помогают шефы подразделения Магнитогорского металлургического комбината. А на замену окон в детских садах в будущем году средства изыскали в бюджете. 24 миллиона, мы планируем, что эта цифра будет поменьше, потому что на торгах, я думаю, мы там что-то еще подэкономим. Эту цифру уже заложили в бюджет и будем ее реализовывать. Власть прикладывает все силы, чтобы в Магнитогорске жилось комфортно, заверил Сергей Бердников, чтобы учителя могли сосредоточиться на своей работе и как можно больше педагогов становились почетными работниками образования России.